добрый вечер отцы братья и сестры матушки и дети всех поздравляю с гражданским новолетием и желаю в этом новом году подвязаться борьбе со страстями стяжание добродетели стяжание духа святака дай бог всем здоровья и мира вашим семьям ну а мы продолжаем изучать теорию за которой надо конечно следовало чтобы и практика наша мало помалу малыми шагами будем идти по лестнице добродетели сегодня степень 9 она называется именем страсти они добродетели но конечно подразумевается что на девятой степени мы должны избавиться от памятозловия а не стяжать его святые добродетели подобны лестнице якова они потребные страсти узом спадшим с верховного апостола петра добродетели будучи связаны одна с другой произволяющего возводят на небо а страсти одна другую рождая и одна другую укрепляясь низвергают в бездну и как мы ныне слышали от безумного гнева что по метазлобе есть одно из собственных порождений его то по порядку будем теперь о нем и говорить что такое по метазлобе по метазлобе есть исполнение гнева то есть если гнев это страсть которая проявляется в том числе через память о о перенесенных скорбях о перенесенных может быть унижениях оскорблениях и человек долго это помнит вот это по метазлобе хранение согрешение то есть если мы кому-то не прощаем то и наши не пощают согрешение ненависть к правде пагуба добродетели правда в том что мы если искренне просим бога прощения в грехах мы должны другим конечно прощать а иначе ложь в наших устах мы когда читаем даже молитвы очень наши мы говорим как и мы прощаемся и решение врагов наших поэтому должны когда читаем молитву очень наш говорить по правде то есть не иметь по метазлобе пагуба добродетели то есть когда стяжеваем какие-то добродетели то по метазлобе все уничтожает ржавчина души червь ума посрамление молитвы пресечении моления отчуждение любви гвоздь вонзенный в душу неприятное чувство в огорчении с усложнением любимое грех не пристающий законопреступление не усыпающие злоба повсечастную то есть это не то чтобы человек единожды согрешил и грех прошел но по метазлобе все время подвергает ржавчине нашу душу душу как червь разъедает наш ум препятствует молитве усердно препятствует правде и оправданию нашим вот такая пагуба по метазлобе сия темная и гнусная страсть есть одна из тех страстей которые рождаются они рождают или еще и рождают мы не намерены много о ней говорить ну кто рожает по метазлобе то мы изучали с вами то гнев делает вот а рождается кто-то по метазлобе нет с той лестнички не будем об этом сильно много рассуждать но в предыдущем по учению видно что рождает по метазлобе это видите рождается злоба повсечастная разъедается ум ненависть правде рождается такие страшные грехи про уничтожает душу приставший от гнева убил по метазлобе ибо доколе отец жив да то ли бывает и чадо роде конечно же если мы никого не разгнев но ни на кого не разгневались мы не будем помнить зла а вот когда разгневались есть два варианта можно покаяться и просить этого человека вот а второй вариант это помнить это зло и не рассказать может быть вы слышали такие фразы страшные вот людей которые поругались что я не прощу его не в этом веке не в будущем ну то есть буду помнить все время зло это конечно по дьявольски это не по-божьему человек уподобляется дьявол кто приобрел любовь тот устранился от вражды враждующий же собирает себе безвременные труды то есть безвременные труды это бесполезные труды которые ничего не дают только чем трудится утруждает себя и истощается а кто приобрел любовь вот устранился от вражды соответственно не будет и по метазлобия трапеза любви разоряет ненависть и дары искренне смягчают душу но трапеза без внимания есть матери дерзости и через око через окно любви вскакивает чрево объедения тут говорится о том что когда ну была у нас с кем-то вражда то неплохо было бы примириться ну и закрепить общей трапезы трапеза любви и вот так же дары дарить помните вот во многих историях их священной истории во многих случаях что для прекращения вражды дарят друг другу дары так и здесь тоже нужно поступать современной нам их жизнь хотя иногда вот люди неверующие могут воспринять это как попытка сглазить еще что-то порчу навести когда две соседки поругались потом одна из них несет вот тебе пирог возьми угощайся потому что не поверить в искренность и не взять эти дары а надо вот стараться сначала искренне примириться и потом чем-то угостить можно это смягчается душа от этих подарков видал я что ненависть растрогала долговременные узы расторгала долговременные узы блудной любви а потом по метазлобия чудным образом не попускала им вновь соединиться дивное зрелище без беса врачует но может быть это дело небесов но проведение божьего вот видите как интересно что внешне одно и то же действие который мы видим оно может быть и бесовской такой напасти а может быть и попущено богом ну то есть да она проводится по злобе бесовской но бог попускает предвидя нашу пользу от этого вот тут говорится о том что вот бывает так что кто-то блудно сожительствует а потом вообще-то сожительство блудное вообще блуд он усилит очень сильно эгоизм обоих людей и из-за этого бывает потом ссоры раздоры и ненависть и таким образом это блудно сожительство прекращается но бывает что бог так попускает что пусть они лучше ругаются чем живут такой скверной жизни но когда ругаются конечно мысль то что потом все таки примирились но уже более чисто дружили память о злобе далеко от твердой естественной любви но блуд удобно приближается к ней как иногда видим голуби кроющийся ушей ну говорится так что память о злобе несовместимо с обычной естественной любовью не можно любить и в то же время держать злоба на человека любовь прощается вот а блуд в принципе видите говорится что в принципе он может сожительствовать с память о злобе то есть эти страсти предыдущим говорит что они могут противоречить друг другу но здесь говорится что в принципе могут и уживаться но по временам ну вы знаете много таких историй которые и сожительствуют и дерутся ругаются потом опять сожительствуют вот бесы попеременно используют этих людей один без плоской блудный второй без пометозлобия дальше пометозлобствуя пометозлобствуя на бесов и враждуя враждую против твоей плоти не пристану ибо плотия есть друг неблагодарный и лестивый чем более мы ей угождаем тем более она нам вредит но тут говорится о том что энергию пометозлобия на использовать по назначению против бесов против страстей своего тела и напомню что гнев это сила души она дарована богом нам для того чтобы мы гневались на дьявола и страсти то есть это отторжение всего не числа как иммунитет а вы знаете также есть аутоиммунное заболевание когда иммунная система начинает бороться самим организмом и начинает уничтожать необходимые вещества белки и ферменты гормоны самого организма называется аутоиммунное заболевание вот человек который гневается на своих ближних то это ну или на бога бывает гневуется то как раз это заболел человек вот эта иммунная система начал делать действие против него самого так быть не должно и здесь говорится как правильно употреблять то есть иммунитет должен бороться вообще-то с болезнями с микробами бактериями вирусами памятозлобие есть лукавый толковник писания который толкует речения духа по своему разумению да пострамляет его молитва дарованная нам иисусом который который мы не можем произносить с ним имея памятозлобие то есть иногда стараются оправдать свое памятозлобие некими изречениями из священного писания по-своему их перетолковывая но молитва очень наш разбивает такие неправильные толкования напомню там есть слова и остави нам долги наши як уже и мы оставляем важником наши бывало так что мне приходилось в монастыре нескольким братьям иногда давать такое как эпитемию я говорю пока вот не примирився брата не просишь его то не читаю молитва очень наш сначала братья реагировали как-то жестко ты что нам запрещаешь молиться а потом я говорю ну там же есть такие слова вы должны их искренне говорить мне не лукавить вот и надо сказать что это приводило в чувства и они понимали оказывается надо действительно прощать тем кто просит нас так решил чтобы хотя бы читать эту молитву когда после многого подвига ты не возможешь историю сие терния тогда кайся и смиряйся по мере нас по крайней мере на словах перед тем на кого злобишься чтобы ты уследившись долговременно пред ним лицемерие возможно совершенно полюбить его будучи жигом совестью как огнем на первый взгляд тут допускается некая лицемерия то есть не искренне но все равно просить прощения и потом устыдиться этого лицемерия и поистине поистине полюбить но вот мне нравится как вот это толкует стоя златоуст он говорит так когда нет в нашем сердце любви то будем понуждать себя делать дела любви пусть даже они не совсем прямо от сердца идут но понуждать нужно умом себя заставлять понуждать этому человеку делать все доброе и бог видя наши старания вложит в наше сердце любовь тогда мы уже будем искренне делать эти добрые дела вот я думаю так надо понимать этот пункт а то некоторые так говорят я вот его искренне ненавижу поэтому я человек искренне открытый прямой я вот этому все и говорю в глаза это неправильно значит ты не то что ты прямой человек ты не можешь свои страсти укротить и все это исполняешь их на деле эти страсти а надо все таки даже когда мы гневаемся то стараться чтобы хотя бы устами не прогневать человека не высказать этот гнев бороться и понуждать себя говорить все таки добрые слова этому человеку и господь поможет потом победить эту страсть и будем уже искренне поистине добрыми людьми не тогда узнаешь что ты совершенно избавился от всей гнилости когда помолишься об оскорбившем или за зло воздашь ему дарами или пригласишь его на трапезу но когда услышал что он впал в некое злоключение душевное телесное воскорбишь о нем как о себе и прослезишься здесь в двенадцатом пункте нам указывается признак того что мы победили по метазлобе ну можно сказать конкретно конкретному человеку тот если против нас согрешил мы вроде и простили от сердца и постарались угостить его и всячески за его зло воздавать добром но это еще пол дела бывает так что мы все это делаем но когда услышали что он в чем-то пострадал то злоразство некое такое есть значит у нас еще сохранилась памятозлобе а любить его надо во христе и если мы услышим что он чем-то согрешил или он пострадал то воскорбить и восплакать о нем как о своем ближнем как о братья тут написано как о самом себе памятозлобный безмолвник есть аспид скрывающийся в норе который носит себе яд смертоносный то есть кто не искоренив памятозлобе еще становится безмолвником то это опасно опасно на то есть искоренить находясь еще в общежитии постараться об искренении этой страсти кстати сказать вот по двенадцатому пункту знаете надо иногда в этом каяться когда против нас тут согрешил мы вроде простили все но потом когда услышали что ему плохо в чем-то то порадовались этому мы не поскорбили по крайней мере то в этом надо носить покаяние на исповедь конечно воспоминание о страдании иисусовых исцелит памятозлобе сильно посрамляемое его незлобием дереве внутри гнилом зарождается червь а видимо кротких и безмолвных но не поистине таковых скрывается продолжительный гнев кто извергает из себя гнев тот получает прощение грехов а кто прилепляется к нему тот лишается милосердия божия в качестве одного из из таких средств к искорению памятозлобия тут предлагается воспоминание страданий христа и вот и помните на кресте господь сказал богу отцу помолился очень прости им они не ведут что творят вот так господь любит всех людей и мы соответственно должны отсюда приобрести силу любви к прощению людей и говорится что бывает человек внешне вроде кроткий такой безмолвный а внутри в нем может быть гнев или пометозлобия не изжито быть это придет погибели потом некоторые взяли на себя труды и подвиги чтобы получить прощение но человек не помнишь и зла опередил их отпустите мало и отпустят вам много то есть нужно прежде взять и от больших трудов на себя прежде всего всем все простить и помните вот это это в богослужебной нашей практике сказывается перед великим постом есть прощенное воскресенье и там говорится что надо друг друга просить братья от сердца чтобы приступить к подвигу покаяния прощение своих грехов не пометозлобия есть знак истинного покаяния а кто содержит сердце пометозлобия и думает что он творит покаяние тот подобен человеку которому во сне представляется что он бежит но опять об этом что приступая к подвигу покаяния нужно от сердца просить всех кто против нас согрешил видал я зараженных пометозлобия которые увещевали других забыть обиду а потом усудившись слов своих страстью оставили то есть говорит так некоторые были пометозлобные но получали других но имеется виду скорее всего не то что самочина прям и сострадание другим говорят да прости его ну что ж ты так вот а потом думать то чё ж я сам тогда не прощаю то есть за такое милосердное отношение к ближним о которых они позаботились и им господь дает силу бороться с этим пометозлобием никто не думай что сия мрачная страсть маловажна ибо часто она вкрадывается и в духовных мужей то есть люди которые прошли какой-то подвиг уже маститые и они могут быть заражены этим пометозлобием степень 9 ступивший на нее с дерзновением допросит разрешение грехов у спасителя иисуса вот и мы прошли девятую степень сейчас я хотел привести пример ну из монастырской жизни хотел пример привести но помнится мне у нас в монастыре был такой заведенный обычай хороший и можно практиковать и в обычных семьях когда вместе вечерние молитвы почитали то друг у друга все просят прощения если вот семья священника и очень хорошо когда по очереди читать молитвы батюшка почитал потом матушка часть молит потом один сын второй третий дочка почитали и потом если удобно если есть икона большая которую можно прикладываться может так все подходят по очереди священник подошел к иконочки поцеловал и встает рядышком но матушка подошла поцеловал и у батюшки прощения попросила говорит так прости меня грешного а батюшка отвечает грешную да а батюшка отвечает бог простит меня прости и она отвечает бог простит и так детишки тоже подходит отцу отцу к маме вот мы так стараемся очень прощение и был случай вот монастыре когда два брата хорошие в общем то дружно все но где-то ничего там поругались один был сильно неправ и и вот который был неправ он попросил на чине прощения у монаха послушник был неправ у монаха попросил прощения а тот не простил я это заметил и потом пришел к нему в келью говорю брат надо видишь он же попросил прощения надо простить нет он меня так сильно обидел я не могу я ну как ты будешь засыпать как ты будешь богу молиться если не простил брата а вдруг в эту ночь придет тебе англ за твоей душой и куда ты думаешь пойдешь вот он так подумал потом ну я так себе уже в келью ушел потом ко мне в келью побегать все попросил прощения такой довольный сам радостный то есть смог себя так понудить и на радость тому брату тоже пошел и попросил у него прощения так что и мы давайте так будем стараться чтобы солнце не зашло в нашем небе благодарю всех за внимание дорогие брат сестры бог да поможет всем нам в целом в целом в Продолжение следует...